Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать 24 главу этой книги. И первая тема о елее для светильника. В скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом. О светильниках очень часто говорится в пророческих книгах Библии. И светильник является неким таким образом, который указывает нам прежде всего на свет Христово Откровения, которое исходит от самого Христа. Ибо мы в православии не разделяем учение о Христе от самого Христа. В том смысле, что мы проповедуем не свои представления о Христе, а тот свет самого Христа, который доносится до наших времен самоочевидцами слова, апостолами через Святые Евангелия. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. То есть для того, чтобы светильник возжегся, например, в нашем сердце, надо иметь чистый подсвечник. То есть жизнь, которая бы соответствовала истине Евангельского Откровения или хотя бы стремилась. Потому что иногда свет и во тьме светит, и тьма не может его объять. Иногда свет Христов проникает в самые грешные души, в самые страшные потаенные места падшего человеческого естества, и там не оставляет людей своей милостью. И следующий раздел, который мы очень внимательно с вами рассмотрим, это раздел о хлебах предложения. Почему мы внимательно будем рассматривать? Потому что существует целый ряд истолкований именно на этот раздел истолкований древних экзегетов. Давайте я сначала целиком прочитаю этот раздел. Он небольшой, с 5 по 9 стих, а потом мы посмотрим, какие есть истолкования. И возьми пшеничные муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 2 десятых эфы. И положи их в два ряда, по шести в ряд на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана и соли. И будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом. От сынов Израилевых это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо это великая святыня для них, из жертв Господних, это постановление вечное. Вот это слово сочетание, это постановление вечное, мы встречаем неоднократно. Вечное, это не означает, что невидоизменяемое. Потому что Бог, сотворивший мир из ничего, все время совершенствует этот мир. Так и обряды Ветхого Завета, они трансформируются уже в христианской обрядовой системы и из религиозных действ становятся таинствами. Итак, пятый и шестой стих. «И возьми пшеничной муки и испеки из нее двенадцать хлебов, в каждом хлебе должны быть две десятых эфы, и положи их в два ряда по шести в ряд». И посмотрим истолкование беды достопочтенного. Первый трактат о Скинии, это удивительный трактат, к сожалению, он не переведен на русский язык. Если кто-то взялся бы с английского или с латыни, перевести этот трактат, это в Великой Бензидании было бы. Беда достопочтенный, он жил на Британских островах. «Двенадцать хлебов на столе Скиния – суть двенадцать апостолов. И все, следующее их учению в церкви, которые как бы до исполнения времен не перестают укреплять народ Божий словесной пищей, как двенадцать хлебов предложения никогда не сходят с трапезы Господней». Вот здесь беда достопочтенная касается той мысли, что двенадцать хлебов, они должны были всегда лежать. И если проходило время, то одни заменяли другими. Так и современная церковь. Она продолжает дело, начатое двенадцатими апостолами Иисуса Христа. Потом были мужи апостольские, потом были другие христиане третьего-четвертого века, но апостольское служение двенадцати, оно не прекращается. Каждый священник, каждый епископ, диакон был рукоположен. И мы можем проследить рукоположение от каждого епископа до того или иного апостола Иисуса Христа. Таким образом, это служение двенадцатых хлебов, которые пред престолом Божиим, это служение церкви, которая должна напитать этот мир. А чем церковь должна напитать этот мир? Сейчас от церкви чего только не ждут. Кто-то политической поддержки, кто-то финансовой поддержки. От церкви можно ждать только одного — Христа, и при том распитого. Вот единственное свидетельство, которое мы можем принести этому миру. Беда Достопочтенный пишет, точно так же предписано, чтобы хлебы были не из какой угодно муки, а из беспримесной, поскольку очевидно, что проповедующие слово жизни другим в первую очередь должны сами являть плоды добродетели и убеждая в проповеди подтверждать ее в исполнении, уподобляясь тому, кто о самом себе сказал, «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». Действительно, служители должны быть чистыми по подобию чистоты Христа. Но мы никогда не можем соответствовать Христу, какими бы мы ни были. И хотя апостолы говорили о себе, как Павел, «Подражайте мне, как я Христу», при этом тот же Павел пишет, «Чего хочу делать, того не делаю, чего не хочу делать, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти?» А в первом послании Иоанна Иоанн Богослов пишет, «Кто говорит, что он без греха, он лжец, и нет в нем правды Божьей, мы много согрешаем». Поэтому здесь прежде всего имеется в виду чистота веры. Но так как чистота веры как та таинственно связанная с чистотой жизни человека, ибо мы верим, как живем, а живем, как верим, то чем чище мы соблюдаем ортодоксию, тем чище становится и сама наша жизнь. Беда Достопочтенный пишет далее, «Правильно также предписано положить хлеба на столе по шесть в два ряда, разумеется, в знак согласия, то есть любви и общения. Ведь и Господь послал учеников на проповедь по два, имея в виду, что святые учители церкви никогда не разногласят друг с другом либо из-за любви, либо из-за прочной уверенности в истине». Действительно, серьезных разногласий не было ни между апостолами, ни между святителями церкви, хотя были недопонимания. Так мы видим в посланиях Петра недопонимание служения Павла. Второе Петра, третья глава, пятнадцатый, шестнадцатый стих. И вторая голова к Галатам, недопонимание Павла, служения Петра. Также мы знаем, что между святителями церкви были недопонимания, очень серьезные. Например, святитель Иоанн Златоуст был осужден на ссылку, из которой он уже не вернулся, где он умер. Был осужден при участии Эпифания Кипрского, который одобрил это осуждение. И таких случаев бывает много. Но это не свидетельствует о том, что в целом дух любви покидает церковь. Напротив. Беда достопочтенная в том же трактате о Скинии пишет, «Прежде всего очевидно, что самим числом двенадцать хлебов прообразуют круг апостолов, которых Господь, явившись воплоти, избрал первыми и через их служение дал всем народам пищу жизни». Ну, то есть, самого себя. Помните, как насыщение хлебами Христос дал ученикам, ученики дали народу. Потому что, когда люди мучились голодом в пустыне, Он сказал своим ученикам и нашим апостолам, «Вы дайте им есть». «И когда от пяти хлебов насытились пять тысяч, собрали двенадцать корзин кусков, поскольку без сомнения дело апостолов и мужей апостольских собрать те таинства Писания, которые не может вместить народ». То есть, великая миссия Церкви, то, что люди не могут понять, разуметь, скажем так, употребить в духовную пищу, Церковь все равно занимается высоким богословием, потому что, по мере того, как кто-то будет расти, и ему понадобится и твердая пища духовная, он воспользуется и серьезными библейскими исследованиями. Кирилл Иерусалимский в своем мистологическом поучении пишет, «Были и в Ветхом Завете хлебы предложения, но они, как относящиеся к Ветхому Завету, отменены, а в Новом Завете существует хлеб небесный и чаша спасения», то есть, тело и кровь Иисуса Христа, «освящение души и тела, ибо как хлеб соответствует телу, так и слово душе». То есть, то назидание, которое мы получаем от тела и крови Сына Божия, относится не только до, как считали древние отцы, кровь Иисуса Христа очищает наши грехи, плоть Иисуса Христа очищает немощи, в том числе несет нам и исцеление, а само святое причастие, как причастие слова, просвещает нас. Оказывается, причастие это акт просвещения, как пресвитер Николай Афанасьев в предисловии книги о заглавленной Церковь Духа Святаго так и пишет, «Если я чему-то и научился в богословии, то только от чаши святого причастия». Так мы должны относиться к этой тайне. И далее говорится о казни богохульника и дается закон «Око за око, зуб за зуб». И мы читаем книгу Левит, 24 глава с 10 по 23 стих. «И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином, и хулил сын израильтянки, имя Господне, и злословил, и привели его к Моисею, имя же матери его, Соломив, дочь Давриина, из племени Данова, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Вот почему вот этот ремис, этот намек, что этот мальчик из племени Данова, из племени Данова родится Антихрист, который будет главный богохульник, и который будет провоцировать всю вселенную на богохульство. Сам дьявол, кстати, он не позволяет себе богохульство, потому что он боится Бога, сказано, бесы веруют и трепещут, но он подталкивает людей к богохульству, поэтому в некотором смысле люди совершают преступления, которые совершенно немыслимы для самих бесов и демонов. «И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». Казалось бы, разве они не могли вот сами взять и побить камнями? На самом деле нет. даже в Талмуде сказано, если бы какой-нибудь Синедрион, представьте себе, Синедрион, это заседание людей, которые имеют право выносить смертный приговор, вынес бы за год пять смертных приговоров, то он был бы объявлен кровавым Синедрионом. То есть на самом деле люди понимали, что такая власть у них есть, судить и приговаривать к смерти. А другая версия этого текста, если бы какой-нибудь Синедрион в год казнил бы по человеку, он тоже был бы объявлен кровавым Синедрионом. Поэтому не надо думать, что эти запады были даны и направо и налево люди действовали по ним. Поэтому мы видим, что в каждом таком случае господь сам подсказывает, как лучше поступить. Лучше для кого? Для человека, который согрешил. Потому что поднеся наказание в этой жизни, тут действует принцип «заодно дважды не наказуют». И он своей собственной кровью омывал свой грех. Нам, христианам, этого не надо, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И в христианском сообществе отношение к смертной казни несколько иное. «И сказал Господь Моисею, говоря, выведя злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». Здесь не очень понятно все слышавшие. Слышавшие ли богохульство или слышавшие вот этот приговор. Скорее всего, слышавшие богохульство. Потому что слышавшие и ничего не сделавшие богохульство, он как бы становится соучастником. Но не в такой же мере, но он не остановил богохульника. Мы знаем, что когда Арий стал ересей зарыгать на соборе, то святитель Николай Мерликийский подошел, сначала словами хотел его остановить, не подействовал, а потом ударил рукою. только только так остановил. То есть он не хотел быть соучастником богохульства ереси. «И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хуритель имени Господня должен умереть, камнями побить его, побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли станет хурить имя Господня, предан будет смерть». Здесь как бы внутреннее противоречие. Кто будет злословить Бога своего? А, ниже сказано, там, и туземцы побеги камнями. А ведь Бог наш, он Бог всех людей. И туземец, который не слышал имени Иисуса Христа среди нас, если он поносит Христа, он понимает или нет, он злословит Господа, который создал его, вдохнул в лице его дыхание жизни. И сделал душой живое. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Жизнь человека – это священный дар. И смотрите, эта заповедь, она повторяется, но в каком контексте? Сказано «казнить богохульника» и ниже «убить убийцу человека». То есть убить другого человека – это равно богохульству. Помните, когда Ной получал законы? Если кто убьет человека, созданного по образу Божию, рукой человеческой, да будет пролита его кровь. Оказывается, убийство другого человека – это тоже акт богохульства. Человек – это образ Божий. да, может быть, грязный, нуждается в реставрации, но взять этот образ, эту икону и разбить – это богохульство. Поэтому взаимосвязь внутренняя существует между заповедями, даже когда они повторяются, но в другом порядке. «Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину». Здесь, как полагается, предел, что не в каждом случае наказание должно быть смертью. Потому что действительно одно дело человек убит, а другое дело скот. Если убили скотину, должны заплатить за скотину. Причем древние иудеи понимали так, у них был комментарий, ведь, например, скотину можно оценить по-разному. Можно сказать, «Да что стоит твоя скотина?» Так вот, за нее надо было заплатить, как будто это самая совершенная скотина в своем виде. Далее. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так ему должно сделать». Это понятно. «Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти». Имеется в виду, что жизнь человека, она бесценна. и в Мишне, это древний текст, который был сформирован еще во дни Христа, было сказано, убивший одного человека, убил как бы всех остальных людей. Как бы всех остальных людей. Помните, когда Авраам участвовал в военных действиях по освобождению племянника Лота, потом на него ужас напал, страх, и Бог явился и сказал, не бойся, Авраам, я щит твой, он же победитель, Авраам, что это он так испугался? Он испугался, может быть, он убил человека какого-то, который был праведный человек, благочестивый, а его вот так взяли, рекрутировали и отправили на войну. Это трагедия, война, особенно война между единоверными, единокровными, тут страх надо испытывать страшный, великий. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я, Господь, Бог ваш. Вот этот принцип был, конечно, очень сильно искажен уже в пост ветхозаветные времена, иудеями, и они слишком лицеприятно стали относиться к пришельцам, хотя здесь говорится, что один и тот же суд, одно и то же отношение. Христианство учит именно одинаковому отношению, не только к своим христианам, но и к язычникам, как Христос говорит, если ты приветствуешь только братьев своих, а что ты особенного делаешь, так делают и язычники, и он призывает нас быть открытыми и добрыми по отношению ко всем. И Писание здесь призывает, Моисей призывает, один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, это слава Бога, Моисей только произносит их, ибо я Господь Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословящего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Итак, сегодня мы окончили чтение 24-й главы книги Левит, если мы живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 25-ю главу этой книги.